Пока еще не все из 900 тонн щебня доставлены на территорию восточного кладбища Пензы. Строительный материал сюда завозят для отсыпки второстепенных дорожек, расходящихся в разные стороны от центральной аллеи. Она заасфальтирована, а вот от нее до мест захоронения приходится добираться по грунтовке, которая во время ненастья расползается. Люди очень просили, потому что летит грязь с этих дорожек на могилы, подъехать на автобусах и для захоронения, и для посещения люди не могут. К отсыпке дорожек, если позволит погода, приступят в этом году. А вот завершат все весной 2024-го. Заказчиком работ выступает руководство городской службы кладбищ. Учреждение было создано по инициативе главы Пензы Александра Басенко. Коллектив отвечает за уборку и благоустройство мест захоронений. Недавно выполнили мелкоямочный ремонт центральной аллеи на Восточном кладбище. Со всех шести погостов в течение года вывезли более 13 тысяч кубометров мусора. Обновили и восстановили ограждения на Ахунском, Новозападном, Татарско-Польском. В планах решить вопросы с водоснабжением. Башня не эксплуатируется из-за ее плачевного состояния. Она есть скважина, просто ее нужно будет узаконить, поставить оборудование на нее. В больших точках территории кладбища будет стоять кран, куда можно подойти и открыть воду, набрать техническую. Впереди же борьба со снегом. Посетители приезжают на кладбище и зимой. На сегодняшний день с казны города Пензы нам передают свежие трактора с коммунальным навесным оборудованием, с отвалом, щеткой. Бок о бок с сотрудниками городской службы кладбища работают специалисты спецбюро. Муниципальное предприятие не только вышло из состояния банкротства, но и зарабатывает. А это позволяет производить некоторые виды работ. К примеру, в административном здании на улице Осенний вместо плоской кровли будет новая скатная. Ремонт крыши, хотелось бы отметить, что осуществляется на собственные средства муниципально-мунитарного предприятия, наверное, первый раз за многие годы. А еще занимаются увековечиванием памяти воинов. Больше двух десятков надгробных плит появились на местах захоронений красноармейцев. Включили муниципальный контракт с социальным управлением на установку 25 памятников героям Великой Отечественной войны, умершей до 1993 года. На данном этапе по-технически уже все памятники установлены. Наследники победителей помнят героев былых времен. Субтитры создавал DimaTorzok